добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели сегодня вторник 8.30 утра в городе чикаго 16.30 в москве ну а в таиланде уже 20 часов 30 минут то есть полдевятого вечера ну и у нас на связи почему в таиланд она ласточкина ведический астролог вторник день марса я в красной майке она в красных наушниках все соответствует ну и да здравствуйте аня здравствуйте михаил здравствуйте радиослушатели рада приветствовать вас снова да мы начинаем нашу программу ну и логичная так сказать продолжение последних программ которые мили мы с вами вели это было взаимоотношение между людьми между мужчиной женщинами между мужей мужем и женой а теперь мы давайте перейдем к детям ну и соответственным вопросом главным вопросом будет вот гороскоп для детей ну как бы считалось опять же ведические времена в древние времена что в общем то люди понимали о том что астрология и то что с этим связано то есть информация которая может помогать человеку она нужна и поэтому в основном родители так сказать понимая это они заказывали консультацию у специалистов это ведические астрологи это психологи это хироманты и номерологи ну вот так имея такую информацию они воспитывали своего ребенка но прежде чем мы перейдем главной нашей теме как что почему скажите вообще так говоря с какого возраста надо делать такие консультации детям и кто это должен делать но понятно что когда ребенок только родился и он еще не способен сам допустим заказывать такие консультации то за него естественно это делают дети опекуны ну и так далее а вот вопрос с какого возраста и когда все таки ребенок сам уже начинает да чтобы не о нем не беспокоились мамы с папой скажем там в 30-летнем возрасте да это очень хороший интересный вопрос и мне часто приходится его освещать особенно мамам которые хотят заказать гороскоп для ребенка когда ребенку 30 такое сказали действительно на самом деле консультацию для ребенка можно брать а в любом возрасте когда это ребенок ребенком мы считаем а человека который растет и взрослеет и это у нас происходит до 18 лет а дело в том что 18 лет нас происходит такой момент нашей жизни когда кармическая ось раху кету она обращается вокруг себя и становится на те же места как и при рождении и в это время человек сталкивается со своей собственной кармической проблематикой очень остро и у него возникает чувство такое состояние когда он уже достаточно взрослый он уже прошел этот оборот оси один раз будучи под присмотром своих родителей которые его растили как могли как того позволяет его карма и теперь 18 лет он готов выйти в самостоятельную жизнь и обычно обычно я это разъясняю клиентам и если ко мне приходит мама или папа с просьбой посмотреть гороскоп сына или дочери я прежде спрашивать прежде всего спрашиваю сколько лет если больше 18 то тогда я уже прошу самого ребенка если он этого хочет конечно же обращаться за консультацией иногда детей это не интересует и я не имею права давать какую-то консультацию же родителям но если ребенок маленький начинать можно хоть с младенчества на самом деле можно смотреть карту и консультация происходит для родителей или для какого-то из родителей который обращается за этой консультацией обычно я своей практике прошу тогда и данные родителя чтобы понять как этот родитель сам совмещается с ребенком то есть какой у них тип взаимодействия что может родитель дать ребенку что ребенок рожденный новорожденный раскрывает в жизни родителя потому что связь происходит всегда в обе стороны и нет такого что только мы как-то можем повлиять на ребенка обычно ребенок раскрывает нам очень сильно какую-то сферу жизни потому что он приходит со своей задачей и у него может быть какие-то настройки личности такие уже встроенные которые будут проявлять себя в какой-то из сфер жизни и наложив карту ребенка на карту родителя можно понять куда будет расти родитель когда будет воспитывать этого ребенка еще очень важная вещь это этапы взросления на самом деле я сама заинтересовалась астрологии когда у меня родилась дочь мой второй ребенок и у нее в гороскопе есть такое положение что она своим раху своей амбиции вектором своего развития раскрывает мне восьмой дом то есть дом астрологии знания какого-то тайного мистического исследований это сфера исследования и как раз с момента ее рождения я ее помню что я ее носила на руках и у меня были заняты руки но были свободные уши я стала слушать лекции руслана нарушевича как раз а дети дети и подтолкнули меня к изучению астрологии мне стало интересно кто у меня родился и как воспитывать как воспитывать своих детей как их растить как я могу помочь ему раскрыть природные задатки вот с этого все и началось понятно а скажите пожалуйста вот из вашей практики с какими вопросами чаще всего обращается родители когда заказывает гороскоп ребенка это конечно зависит от возраста если приходят в гороскопа малыша прежде всего интересует как растить кто пришел какие задатки какие таланты если приходит гороскопом подростка то самая основная тема это какое образование направление в жизни в карьере выбирать этому человеку вот если приходят раньше 18 лет я с удовольствием разбираю какое-то направление конечно это не одно направление это несколько вариантов которые сам ребенок может выбрать прочувствовать что ему больше нравится но и еще часто обращаются с проблемой взаимоотношений с ребенком и очень часто кстати мамы которые имеют несколько детей обращаются с проблемой во взаимоотношениях с каким-то конкретным ребенком и в карте как раз видно что какой именно ребенок а будет наиболее тяжело взаимодействовать с мамой через какого ребенка она получит больше всего такой тяжелой кармы то есть это видно можно посмотреть и также приходится объяснять что дети приходят нам не случайно у нас нет такого понятия что ребенок случайно родиться какой-то которого мы недостойны на самом деле родители всегда достойны своих детей и дети достойны своих родителей и как к ребенок родиться видно вашей карте и не в этой невразе чакре не в основной а есть такая карта под названием саптамша в которой можно посмотреть каждого конкретного ребенка и в этой карте будет видно какой у вас будет с ним тип взаимоотношений как Как вы будете его вынашивать, как вы будете к нему относиться, какая может проблематика возникнуть с этим ребенком, на кого он будет похож, какие природные у него данные. И когда приносят гороскоп самого ребенка, я могу соотнести то, что прописано в этой карте, в карте детей с гороскопом ребенка, и становится очевидно, что это именно тот, кто был прописан в карте у родителя. И также ребенка можно соотнести с родителем, заглянув в его карту, которая называется Двадашамша или Сурьямша. Это такая под, это варга, дробная карта, в которой написано, каких родителей мы достойны, и каким образом мы соотносимся со своим родом. И таким образом решается проблема вот этого непринятия своего ребенка или непринятия родителей. До ребенка можно донести такую идею, что ты родился не случайно у таких родителей, и ты достойен этих родителей, у вас общие какие-то задачи. И, соответственно, с родителя тоже снимается, прежде всего, чувство вины, что он не может что-то дать ребенку, что ребенок сверхтребователен. Ну, и мы находим через синострию, через наложение карт уже какие-то точки взаимодействия. Понятно. Аня, вот такой вопрос, если мы вернемся немножко назад, вы сказали о том, что приходят люди в зависимости от возраста, родителей, ну, как воспитывать ребенка, в каком направлении ему учиться и так далее. Ну, существовала такая ведическая традиция в некоторых семьях, когда ребенок, вот если он только уже начинает ползать, то родители, зная о том, что он рождается с какими-то уже своими, не просто особенностями, он что-то в предыдущем воплощении, он уже приобрел какую-то специальность. Ну, и считается по ведической традиции, что с определенного возраста он уже начинает нарабатывать свои, скажем, способности, которые будут проявляться в следующем его воплощении. Так вот, существовало четыре касты, они и сейчас существуют. Ну, и вот в четырех углах есть примеры очень серьезные. В четырех углах вложились предметы, которые соответствовали этой касте. То есть, если ребенок, ну, то есть каста кшатриев, там, значит, какие-то там оружия было, для браманов там лежали книги, зерно, там, ну и так далее для трех, для четырех каст. И вот куда ребенок полз, то туда, вот в том направлении родители его, так сказать, уже готовили к взрослой жизни. Когда вы сказали о том, что подростки, тинейджеры, когда приходят, в смысле, когда уже в таком возрасте, то родители спрашивают, куда пойти учиться. Так вот, как вы считаете, все-таки закладывается это не когда ему там 13, 14, 15 лет, и когда он собирается идти в Калыч или в институт ребенок, а значительно раньше, потому что, ну, есть предметы общеобразовательные, которые, в общем-то, совершенно никому не нужны. Мы это все знаем. Да, конечно, закладывается, это заложено уже изначально, какие таланты внесет себе ребенок, и заложено изначально вектор его развития. Это можно посмотреть. Есть у нас упомянутая кармическая ось Раху-Кету, и вот именно хвост дракона Кету показывает нашу связь с прошлым нашим опытом. И через анализ Кету, через анализ планет, которые с ним соединены, управителя Кету, можно очень подробно и глубоко раскрыть талант ребенка, то есть прописать, какие уже задатки в нем лежат, и какая перед ним ставится задача, потому что нет такого, что талант, мы будем талантом просто так пользоваться. Нужно нам обязательно двигаться куда-то вперед, чтобы этот талант прилагать к какой-то конкретной ситуации. Можно посмотреть, в какой сфере будет реализовываться талант. Можно посмотреть, как ребенок вообще стоит по отношению к роду, если я уже упомянула родовую карту, и посмотреть, какую часть своего таланта он наследует из рода. Это тоже я делаю в своих консультациях. И посмотреть также, естественно, его вектор образования и карьерные какие-то данные, которые могут выражаться в этой жизни. Да, действительно, вот вы сказали, что можно посадить ребенка, и в зависимости от того, в какой угол он поползет, сделать выводы. Конечно, хорошо еще посмотреть в его карту. Это простой такой способ, народный. Это народный способ, да. Он, конечно, естественно, определить можно природу человека по стихиям, по соотношению с кастами. Касты они соотносятся со стихиями. Если у ребенка, например, проявлена очень огненная стихия в гороскопе, то он изначально обладает способностями к шатре, то есть организовывать процессы, руководить процессами, двигать общество. Если проявлена земля, то это более инертный ребенок, но он умеет фокусироваться на какой-то конкретной деятельности. Если это воздушный ребенок, то он очень подвижный, он управляет потоками информации, ему интересны разные технологические штучки, общение и коммуникация в целом. А если это водный, то это философ, то это человек, который будет по жизни развивать сердце, сердечность. И мы понимаем, какой подход мы можем применить каждому ребенку. Еще очень важно положение Луны у ребенка. Луна у ребенка – это его восприятие мира. Когда ребенок рождается, он находится под естественным влиянием Луны. И тут нужно сказать о периодах, потому что мы, когда ребенка воспринимаем, мы должны смотреть на определенный естественный период, который он проживает. И при анализе гороскопа в том числе. Естественные периоды, они таковы. Сначала идет Луна от 0 до 1 года. Ребенок полностью зависит от матери, от лунной энергии. Он питается молоком. И далее следует период Марса, когда начинают прорезаться зубы, когда он уже пробует твердую пищу. От 1 года до 3 лет ребенок находится под влиянием Марса. Он начинает активно двигаться, развивать мускулатуру. Начинает ползать, бегать, ходить, падать. В это время как раз переживаются инфекционные заболевания различные. Ему делают прививки. Потому что принцип защиты тоже связан с Марсом. Развитие иммунитета происходит. И вот, кстати, в каждый этот период нужно смотреть, как чувствует себя соответствующая планета в его гороскопе. Если, допустим, у него слабый Марс, ему нужно окружение с сильным Марсом. И если у мамы слабый Марс, когда она взаимодействует с ребенком от 1 до 3 лет, она будет сходить с ума рядом с ним. Потому что у нее нет способности справиться с энергией Марса, которая исходит из его ребенка. Хорошая тема во вторник. Смотрю на красное, и опять у меня получилось про Марс. И этот важный период развития, когда нужно все потрогать, пощупать, попробовать на вкус, поваляться в грязи, порвать штаны. То есть все вот это связано с активной деятельностью. И причем эти периоды, они должны идти в строгом соответствии. Мы не можем перескочить через какой-то период. Следующий после Марса будет период Меркурия с 3 до 12 лет. И это уже будет период развития интеллектуальной активности. И если мы в год, в два начинаем ребенка учить алфавиту, начинаем его сажать за парту, бывает и такое. В некоторых странах в школу идут с 3 лет, и это достаточно рано. И мы начинаем образовывать как-то, то мы замещаем вот эту активную познавательную деятельность, которая должна пройти через органы чувств, потому что еще активны Луна и Марс. Мы заменяем интеллектуальной. И придется все равно делать откат к Марсу и Луне, потому что ребенок будет потом все равно, эта проблема себя проявит. Поэтому с одного года до трех лет очень полезно ребенку развиваться в какой-то активной среде, где он может много всего пробовать, пробовать себя в действии. Конечно, и вот как я сказала, если у мамы слабый Марс, то можно посоветовать окружение такое сделать из подруг, из каких-то знакомств с людьми, у которых сильный Марс, и они могут это выдерживать. Следующий период Меркурия, достаточно долгий период, это период интеллектуального развития, когда уже начинает ребенок говорить, и там нет вот такой строгой границы. Нужно всегда понимать, что конфликты возникают на стыке, на стыке переходов. Первый кризис, это мы знаем, кризис одного года, потом у нас кризис трех лет, это как раз кризис, когда из активности ребенок начинает переходить на интеллектуальный уровень, и у него много в это время фрустрации, у него что-то не получается, то есть у него такое есть понятие, что если я буду что-то делать, бить палкой, то будет результат. Но после трех лет он понимает, что не всегда будет результат, нужно научиться взаимодействовать интеллектуально с людьми. И вот эта фрустрация, она накладывается на родителя. И я обычно знакомлюсь с такими переходными периодами, если особенно клиент попадает в этот переходный период. Далее после Меркурия, когда ребенок интеллектуально вырос, и среда тоже должна быть в это время для него быть предоставлена интеллектуальная, он же идет в это время в школу, он идет сначала в садик, потом в школу, и вокруг него, как правило, много людей с яркой меркурианской энергетикой, потому что любой учитель, он так или иначе обладает этой меркурианской энергетикой, он бы не пошел в учителя, если бы он не любил взаимодействовать с потоками информации, что-то рассказывать, объяснять. То есть это время, когда ребенок набирает в себя энергию Меркурия. И дальше идет очень сложный период, кризисный, опять-таки, между 12 и 13 годами, это когда начинается половое взросление, начинается естественный период Венеры у ребенка. Тогда родители тоже могут почувствовать этот кризис. Ребенок уже не ребенок, он уже кто-то, у кого начинаются просыпаться функции в теле новые, непонятные, начинаются, могут быть слезы на пустом месте, потому что это Венера, очень тянет в общение, тянет в различные коллективы, где можно свои социальные роли попробовать. Тянет к разным наслаждениям, вкусам, особенно если в это время идет период Венеры у ребенка по карте, можно по карте посмотреть, какой у него период идет, и он еще накладывается на естественный период Венеры с 12 до уже зрелого возраста, 32 года он идет, то есть он с 12 до 32 лет идет, то тогда ребенок может стать неуправляемый, и он может, естественно, куда-то пойти, какие-то компании, где ему предоставляется вот эта энергия Венеры, наслаждения. Это разве можно предотвратить? Ну, конечно, все можно предотвратить, зная, для чего нужны эти периоды. Если ребенок не получает естественного, какого-то естественного, в хорошем ключе выраженной энергии Венеры, то есть родители его не отправляют в лагеря какие-нибудь пионерские, где много общения, компания здоровая какая-то, они не запрещают ему контакты с окружающим миром, как-то его ограничивают, или им не до ребенка в это время, и ребенок как-то сам пытается найти чувственный опыт в 12, 13, 14 лет, то тогда могут возникнуть проблемы, если они сознательно подходят к ребенку в это время, если они выслушивают его. Все, что ребенку надо иногда, это просто, чтобы выслушали, что он чувствует, чтобы ему не было никаких запретов касательно первой любви, и что это что-то такое, ну, что, если родители высмеивают это чувство, конечно, он пойдет на сторону где-то реализовываться. То есть если ребенок откровенен с родителями, он и будет делиться с ними своими историями взаимодействия с одноклассниками, своими влюбленностями в девочек-мальчиков. То есть, конечно, мы можем изменить своим отношением и пониманием, для чего этот период нужен. Аня, скажите, часто ли бывает такое, что родители предполагают, что ребенок будет таким, и его туда вот ведут в том направлении, как они так считают? Опять же, он же маленький, мы-то знаем лучше, у нас есть жизненный опыт, поэтому мы, так сказать, его куда-то там направляем. Ну, и ребенок вырастает, и вырастает совсем не в том направлении, как хотели бы видеть его родители, то есть становится не тем, чем его хотели бы видеть они. Как часто это бывает, и что сделать в таком случае надо? Да, это бывает, конечно, часто. Но если родитель приходит консультироваться к астрологу, то это тот родитель, который будет обращать внимание. То есть эти истории я могу только взять со стороны, не со своей практики. И есть такая у нас карта, два до шамша, я о ней упоминала уже, это карта наших родителей, то есть какие у нас родители, к каким мы родителям пришли. И там прописано, будет ли ребенок продолжать традиции рода, либо он начнет что-либо новое. То есть там есть определенные такие критерии, по которым можно это судить. То есть мы можем сделать вывод, что этот ребенок пришел прервать традицию рода, и он займется чем-нибудь совсем другим в своей жизни, либо он будет продолжателем, либо он вообще будет не от мира сего казаться для родственников таким, и будет развивать какое-нибудь направление, ну, философское, да, или он уйдет в странники и так далее. То есть бывают очень разные варианты. И если родитель понимает это, то тут проблем никаких нет. Я хочу сказать, что как бы мы ребенка в рамки не ставили, как бы мы не заставляли его проживать не свою судьбу, как только он получает свободу, он тут же возвращается. Особенно если это сильная личность. Бывает, конечно, что личность слабая. То есть личность слабая, например, слабый восходящий знак, лагна или лагнеш, и тогда еще при определенной синострии родители могут задавливать, задавливать инициативу человеке, его собственную. Ну, так чаще бывает, наверное. Ну, наверное, да. Но в наше время, я вот как-то считаю, или вокруг такая складывается обстановка, что в наше время родители становятся более осознанными, раз уж они обращаются к психологам, к астрологам. Ну, это зависит, наверное, от той среды, в которой я общаюсь. И часто действительно может быть так, что мы не знаем природы своего ребенка, и нам не до нее. И мы хотим, чтобы он стал продолжателем наших каких-то традиций, наших убеждений. Но так далеко не всегда бывает. Чтобы ребенок стал продолжателем традиций убеждений, нужно, во-первых, себя ощущать счастливым человеком полностью, целиком и полностью, потому что дети видят фальшь, даже самую маленькую фальшь в нас, в родителях. Если человек сам несчастлив и нереализован, как он может продолжать это несчастье и нереализацию? Ну, понятно. А скажите, ну, хорошо, вот к вам обратились родители с просьбой, ну, так сказать, просчитать, сделать гороскоп этому ребенку. И получили информацию, и начинают, так сказать, менять все. Не будет ли какой-то конфликтной ситуации, поскольку до этого было, они так считали, а сейчас они уже знают о том, что как надо делать. И вот какая-то конфликтная ситуация, поскольку ребенок, ну, вот был, вот куда-то, фигурное катание направляли, потом выяснилось, что ему надо, наоборот, какое-то гуманитарное направление, или, вообще-то говоря, музыка. А уже, может быть, поздно, уже там, ну, там, семи лет, шести лет принимает в школу, а вдруг выясняется о том, что у него, оказывается, есть какие-то музыкальные способности, которых, в общем-то, никто и не знал. Что в этом случае тогда вы рекомендовали бы делать родителям? То есть вы имеете в виду, что родители прозевали тот момент, когда они могли талант ребенка раскрыть целиком и полностью, и ощущают от этого чувство вины какой-то перед ребенком? Нет, 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 не чувство вины, они просто получили совсем другую информацию, и благодаря этой информации они теперь должны, так сказать, по-другому себя вести. Не будет ли конфликта у самого ребенка, понимаете, или в отношениях между ребенком и родителем, он скажет, ребенок скажет, родители, вы меня что-то направляли, а тут вы вдруг ни с того, ни с сего меня куда-то в другое направление толкает, да не хочу я, мне там нормально, у меня там круг общения и так далее. Нет, конечно, так оно не делается, и так консультация вообще не строится. Даже если мы хотим что-то поменять, родители хотят что-то поменять в жизни своего ребенка, обычно я так не говорю, что нужно поменять в жизни, нужно что-то в жизни менять, ребенок уж как-нибудь сам разберется. Но в любом случае нужно дать период полной свободы, какой-то полной свободы от любых увлечений. Если уж ребенок, например, занимался фигурным катанием, как вы говорите, кстати, моя ситуация, меня с 4 лет отдали фигурное катание, я там пахала, что я до сих пор переосмысливаю этот опыт, мне было тяжело, меня оттуда выгоняли, я совершенно не подходила на роль фигуристки, потому что у меня был большой рост, и уже в 10 лет у меня был рост такой, как не выпускают таких накаток. Ну, зато это пригодилось, поскольку сейчас вы танцуете. Да, и это именно пригодилось. Дело в том, что я была долгое время в какой-то небольшой обиде на родителей, что я с 4 лет должна была ходить на хореографию, на такие вещи, которые связаны больше для меня с Сатурном, ну, с ограничениями. Простите, но ведь фигурное катание, это в то же время еще и Венера? Пахать надо. Да, фигурное катание на самом деле это все. Вот говорят, кто прошел школу фигурного катания, тот может идти в любой спорт, потому что это хореография, это Венера, да, это и Сатурн с Венерой, это хореография балет, это и акробатика, и Марс с Меркурием, то есть это Сатурн, это все планеты, ну, Юпитер там сложно еще как-то туда привязать, а вообще это действительно проработка очень многих качеств. И смотря, ну, я посмотрела в свое прошлое, сейчас уже с позиции взрослого, я поняла, что ничего не делается просто так, и что если это было в моей жизни, если родители мои почему-то почувствовали, что надо так сделать, то так должно и было быть, случиться. И вот когда я говорю, что если вы хотите что-то сильно, жестко поменять в жизни своего ребенка, то нужно дать ему сначала определиться своими собственными желаниями, со своими собственными мотивами, то есть менять он будет, а вы уже будете отвечать на его запросы какие-то. Допустим, он скажет вам, хочу шахматы, занимался боксом, теперь шахматы. Ну, и при этом идет, конечно, также привитие дисциплины, тут нужно работать с каждой конкретной картой. Бывают такие дети, которые хотят много пробовать, но ни на чем конкретном не останавливаются. Это идет через воспитание Сатурна, через воспитание вот этих вот, что я должен до конца доделать, доходить. И в таких случаях я даю такой совет. Ребенку надо сказать так, вот ты хотел заняться чем-то, музыкой, например, через месяц ребенок говорит, больше не хочу, тяжело. Он скажет, ну, давай так, что год мы к этому вопросу не возвращаемся, через год мы смотрим. Если до сих пор ты не хочешь, то мы, естественно, идем навстречу. Не хочешь, так не хочешь, значит, не твое. И такое иногда случается, ну, например, у меня такое с сыном случается, что он сейчас не занимается музыкой, как сказать, с учителем, но он все равно продолжает ей заниматься, без учителя. То есть он пишет музыку, он играет на синтезаторе, который рядом со мной стоит. То есть надо давать детям свободу, они сами выберут, что для них более приемлемо. Ну, у моего сына, например, я и астрологические показатели знаю, они все музыкальные. И поэтому... Сам Бог видел тогда, как говорится. Да, да. То есть вы-то знаете, да? Это понятно. Но есть же люди, которые не знают. Вот смотрите. Допустим, есть потомственные, ну, не знаю, плотники, потомственные астрологи, потомственные врачи. У меня есть такие хорошие знакомые, практически родственники. Вот мне интересно. Есть пара, и папа врач, и две девочки. И когда я спрашиваю, а куда вы? Вы проанализировали как-то вот способности ваших дочек? Чем бы им было бы лучше всего заниматься? Ну, они отвечают. Ну, как чем? Ну, естественно, ну, в Америке же, вы же знаете, да? Это доктора и лаера, да? Адвокаты. Самые такие востребованные профессии. Как бы, ну, сейчас, может быть по-другому, но, тем не менее, так, традиция такая. Конечно, они будут докторами. Ну, и вот их с детства, так сказать, к этому готовят. То есть, уже ничего, ну, конечно, их водят там, на балет, там танцы, там музыка и так далее, как всех детей. Скажите, не мешает ли это первое, какие-то другие активности, которые, может, им не соответствуют? Поскольку, опять же, это же родители определяют. Ну, а ребенок идет, ему сказали, значит, он идет до какого-то возраста. Потом выясняется, что ему это уже не надо, но уже может быть поздно. И время потеряно, и деньги потрачены, и так далее. А второй, более глубокий вопрос. Вот папа сказал, они будут у меня врачами, девочки. И они будут врачами. То есть, для этого предпосылки, наверное, есть какие-то. И опять же, так, с неба все не падает. Что-то, вот как вы сейчас только что сказали, ну, значит, так оно должно было быть. Но не противоречит ли это природе человека, когда окружающее пространство, начинает за него, так сказать, решать, чем ему надо заниматься. Ну, первое, что нужно сказать, дети просто так не приходят к определенным родителям. И если мы наблюдаем такую ситуацию, что родитель очень категорически заявляет, что ребенок пойдет в том и в том направлении, то значит, так оно и должно быть. И этого родителя не свернуть, но значит, это карма ребенка. Он пришел к этому родителю, это значит, что он когда-то поступал также по отношению к своим детям. Если он сейчас испытывает какое-то неудовлетворение, то можно его, конечно, пожалеть, но для чего-то ему это образование медицинское, возможно, надо. И когда он, допустим, исполнит папину мечту, у него возникнет либо кризис жизненный, потому что это не его мечта, это папина мечта. Но мы этого не знаем. Мы этого не знаем. То есть у нас есть два варианта разбития. Вот первый – это жизненный кризис, когда ребенок не сможет себя реализовать в профессии врача, потому что ему это неинтересно. Он отучился и идет в какое-то другое направление. И в какой-то момент он становится против отца, он идет в свое направление, он осуждает выбор отца когда-то, но в какой-то момент он его оценит. Дело в том, что в какой-то момент те медицинские знания, которые он когда-то получил, будучи в университете, в 18 лет, в 20 лет, он вдруг начнет применять в той области, в которой он действительно хочет в этой жизни расти. То есть нет ничего плохого. И даже если есть такая ситуация, когда родитель строго настаивает, я говорю, значит, это карма ребенка, я туда вмешаться не могу. Можно только посмотреть по гороскопу. Это уж конкретно каждый случай мы смотрим, соответствует ли это природе ребенка. И действительно нужно ли этой девочке. Ну, здесь, если папа сказал нужно, то ладно, нужно, если у нее сила личности достаточно такая. Если родитель обладает большей силой личности, большим авторитетом, действительно она выберет этот путь на какое-то время, но папа не сможет контролировать всю ее жизнь. И потом она может выбрать свой собственный. То есть в этом нет ничего страшного. И как я сказала, есть родовая карта, в которой видно, будет ли ребенок продолжателем профессии родителя. Он может быть трансформатором профессии родителя. То есть я иду, я из рода врачей. И мне мама говорила, что надо стать, ну, по крайней мере, зубным врачом. У меня дедушка хирург, мама фармацевт. И я как-то от этой, меня совершенно не впечатляла эта деятельность. И теперь я понимаю, откуда это идет. Это идет из моих врачебных позиций в моей же карте. И когда я уже выучилась на филолога, на страноведа, еще на кого-то, на когнитив сайенс, искусственный интеллект, и все, я поняла, что основной это род деятельности, в который меня все время тянет, это деятельность врачебная. Или деятельность какого-то консультанта о wellness, holistic medicine. Аня, welcome. У нас health and wellness center, центр Сент-Гейтс. Ну, не зря мы с вами беседуем. Да, мы с вами беседовали, и у нас как раз таки есть иннестрия. Так что, дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям, у нас планируется очень много программ, куда мы, естественно, будем приглашать Аню в качестве консультанта. И эти программы, вот у нас есть специалист центра, Rita Board, и буквально вчера должна была состояться программа, поскольку Меркурий не функционировал правильно, у нас отключилось все, свет вырубился и в офисе, и дома. В общем-то, полнейшая фрустрация здесь. Сейчас даже не могу так на экране я не вижу. То есть, мы-то в эфире, да, нас слышно, а вот то, что должно идти в перерывах, так скажем, этого нет. Так, поэтому будут программы и будут именно в этой сфере. Скажите, поздно ли менять профессию? Вот, кто-то на каком-то этапе вдруг ни с того, ни с сего какую-то вот пришло, то есть, или отсюда пришло, или поехали, или взяли консультацию астролога. Вот я поехал в Индию, мне сказали там что-то, я все поменял. Развернулся, побежал в противоположном направлении полностью. И таких случаев, в общем-то, немало. Не будет ли каких-то конфликтных ситуаций и надо ли менять, или уже, так сказать, вот иди, иди, с чем шел, особенно в определенном возрасте так? Я считаю, что нужно не менять, нужно трансформировать весь свой опыт и поднимать его на более высокий уровень. Дело в том, что все, что мы изучали, оно нам всегда пригождается. То есть, я с самого начала, с самого начала своего образования высшего, теперь могу сказать, для чего я изучала английскую филологию, для чего я изучала страноведение и регионоведение США, для чего я изучала искусственный интеллект и нейропизиологию, и для чего бладшафтный дизайн. То есть, это мои четыре образования в университетах, где я так или иначе соприкоснулась глубоко со знаниями в этих сферах. И теперь я понимаю, что это мне нужно было как опыт, и теперь я его могу применить, во-первых, в консультациях, в своих астрологических исследованиях. Нужно просто объединять свой опыт во что-то единое и применять его совсем на новом уровне, который нес бы какую-то концепцию. Это связано с влиянием Юпитера. Я опять-таки вернусь к этапам развития человека. Мы сказали, что до 32 лет идет Венера. С 32 до 50 лет у нас начинается естественный период Юпитера, когда мы начинаем обобщать, генерализировать весь наш опыт и поднимать его на какую-то новую ступеньку. То есть, у нас рождается идея и концепция жизни. И весь наш предыдущий опыт, он как бы суммируется, собирается вместе в одно целое, и мы становимся специалистом в чем-то. Мы начинаем, мы приобретаем способность консультировать. Это же период Юпитера, естественно. То есть, мы приобретаем способность нести какую-то мудрость, нести идеи. И вы спросили, не рано ли, не поздно ли менять? Нет, никогда не поздно менять и добавлять новые направления, потому что только к 50 годам начинается наш основной и самый важный период в жизни, когда мы сталкиваемся с задачей нашей души. Это период солнца с 50 до 70 лет. То есть, с 50 до 70 лет это самый важный период, когда мы делаем что-то значимое для общества, когда мы наконец-то отсекаем все ненужные привязанности. То есть, мы уже вырастили детей, у нас уже так не тяготят бытовые проблемы, мы уже много какой опыт приобрели, масса образований у нас, и мы можем весь этот опыт собрать воедино ради того, чтобы реализовать главную задачу нашей жизни. И она именно определяется по солнцу. То есть, луна, она, ведический гороскоп, он лунный, но луна определяет наш характер, тип восприятия. Но когда мы подходим вот к этому рубежу 50 лет, у нас включается естественно солнце в гороскопе. Поэтому говорят, что пока вам не 50, но солнце это принцип вашей души, но когда вам 50, солнце начинает светить, и вы уже никуда не денетесь от того, для чего вы родились. Если в этом возрасте человек в здравом уме, твердой памяти, у него еще сохранено здоровье, он выполняет самую важную задачу в своей жизни. Ну, действительно, есть возрастные, так сказать, границы, и существует в ведической традиции, существуют определенные вот такие серьезные этапы жизненные, это до 5 лет, ребенок царь, его воспитывать как бы не стоит, поскольку царя не воспитывают, потом с 5 до 13 лет примерно, это когда идет воспитание, потом ребенок уже воином становится до 25 лет, а потом идет уже период накопления, то есть накопления вот этой информации и после 50 лет передача, 50-55 лет, это передача той самой мудрости, накопленной во время жизни людям, отдавать людям то, что мы накопили. Это тот самый как бы путь, который ведический, то есть веда это знание, это путь знаний. Ну, хорошо, скажем так, есть ли какая-то астрология, все-таки давайте вернемся к детям, есть ли какая-то астрологическая зависимость развития ребенка, связанная с врастлением и развитием этого человека, ребенка? Да, есть, вот как я сказала, естественные периоды, также мы можем посмотреть эти периоды, которые уже мы можем прочитать в карте самой личности, то есть посмотреть, с какого периода начинается его жизнь, как дальше будут развиваться события, какие планеты будут включаться в его гороскопе, и, например, очень тяжело воспитывать ребенка, может быть, не очень тяжело, но достаточно проблематично воспитывать ребенка, когда у него включены планеты, такие как Раху, Марс, то есть он как раз в период его детства или период его юности связан с амбициями, с желаниями что-то попробовать, сломать границы, и в такое время семья, которая воспитывает такого ребенка, она обычно сама может подняться на какой-то новый уровень или куда-нибудь переехать, часто показывают гороскопы, что семья начинает то в одном месте жить, то в другом, то в третьем, то есть постоянные переезды, это если Раху этого ребенка очень сильно влияет на саму семью, но обычно он приходит не случайно, ребенок, у которого идет период Раху, опять-таки я могу возвратиться к своему примеру, я родилась в период Раху и у меня жизнь началась с этого периода, и моя семья несколько раз переезжала, и даже более того, зачатие произошло в одном месте, а рождение меня произошло за много тысяч километров от того места, где произошло зачатие, поэтому ребенок, который проживает свой период Раху, он несет родителям трансформацию какую-то, вот, бывает, ребенок проживает период Венеры, тогда у него это тоже проблематичный период, то есть для каждого периода есть свои рекомендации, как вести себя родителям с ребенком, который проживает этот период, что ребенок раскрывает через эти энергии самим родителям, и тут важно еще помнить, что ребенок над собой не властен особо в это время, то есть он растет, он развивается, родитель же может брать какие-то энергии, опыт со стороны, это взрослый человек, и главное не попадать под влияние ребенка, у нас есть такой эффект, как эффект, который срабатывает во время взаимодействия с другим человеком, он основан на действии зеркальных нейронов, и даже если мы плотно, даже если мы себя чувствуем отдельным от этого человека, но с ним общаемся, мы внутренне проделываем все то же, что он проделывает, если рядом с нами беспокойный ребенок, который все время кричит, рано или поздно на нас это скажется, обычно рано, это сказывается сразу на маме, на папе, на всей семье, и тут надо понимать, что ребенок с тобой сделать ничего не может, но мы можем найти какие-то дополнительные источники для саморегулирования, для концентрации своего ума на чем-то другом и так далее, то есть, ну это зависит от каждой конкретной ситуации, и там уже будет видно, что делать, как делать, и какие рекомендации я могла бы дать в каждом конкретном случае. Понятно, дорогие друзья, я хотел бы напомнить о том, что у нас сейчас в эфире Анна Ласточкина, ведический астролог Таиланд, ну и пообщаться с Аней, или пообщаться с нами, с центром Сангейтс, мы, вы можете, если вы пойдете на www.sungatesradio.com 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 Если вы захотите, пожалуйста, есть YouTube, есть Facebook, тоже Sungates Radio, ну и Skype Sungates 1.08, Sungates это солнечные ворота 1.08. Аня, к вам, наверное, на последний вопрос, время нашего эфира уже подходит к концу, вопрос простой, но в то же время сложный, выбирает ли дети своих родителей? Да, ответ простой, ответ простой, но в то же время он очень сложный для понимания, так кто кого выбирает, родители детей или дети родителей? Или друг друга? Как-то так. Они друг с другом связаны, никогда не родится ребенок, который не достоин семени своего отца. Ребенок притягивается, как говорят, семенем своего отца, то есть принципом отцовским. Душа приходит в этот мир через солнечный луч, но отраженный от Луны, то есть основной принцип солнечный и лунный принцип это материнский принцип, даже мужчина сам притягивает женщину для рождения определенного ребенка. То есть так просто дети не рождаются, действительно они приходят не случайно и подробно мы можем поговорить об этом в других эфирах, потому что это очень обширная тема и такая таинственная. Это таинственная тема, действительно, мы обязательно поговорим, но если коротко, если коротко, то существует такое ну скажем не то что мнение, а вот правило такое существует, что пара муж и жена или он и она они хотят иметь детей, они хотят зачать ребенка. И на самом деле ребенок появляется не в момент зачатия, потому что в общем-то даже по физической традиции астрологии это не время рождения, это время зачатия. Но сегодня его трудно определить, это мы знаем. Когда-то люди так сказать, планировали все четко по календарям и по рекомендациям астрологов. Так вот, душа ребенка, которого еще не родился, находясь где-то в каком-то месте, скажем так, условно, хранилище, она появляется и стоит возле проекции этого ребенка, стоит, в общем-то, возле родителей где-то примерно за три месяца до вот этого события. И в течение трех месяцев вот так сказать идет такой контакт. Поэтому существует еще раз такая притча, да, когда приходит женщина и так к астрологу и задает вопрос, а когда вот воспитывать ребенка, а он и спрашивает, а когда, сколько годков вашему ребенку? Так он говорит, еще не родился. Ну, а сколько так? Ну, шесть месяцев. вы опоздали, дорогая, уже на шесть месяцев, потому что, ну, в общем-то, вы должны воспитывать ребенка еще до его рождения. Если учитывать три месяца то, что душа ребенка стоит возле родителей, тогда тем более. Поэтому к этому событию, дорогие друзья, надо планировать, надо относиться очень серьезно. Аня, я вас благодарю за такую интересную программу, за такой интересный эфир. И мы с вами встречаемся, опять же, дорогие друзья, мы, время у нас, день, точнее, у нас поменялся, время у нас осталось примерно то же. То есть, мы сейчас встречаемся с Анной Ласточкиной по вторникам. По вторникам время Чикаго 8.30, Нью-Йорк, Вашингтон 9.30 утра, 6.30, точнее, это западное побережье, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, в Москве 16.30. Ну, те, кто проживает в Таиланде, в Паттайе, да, там много русских проживает, они тоже могут слушать нас, но время эфира тогда у них 8.30 вечера. У нас разница 12 часов. Санна, Аня, еще раз большое вам спасибо, всего вам доброго, спокойной ночи, у вас уже время подходит, так скажем, уже до ночи, ну и до новых встреч. Спасибо, Михаил, вам хорошего дня, продуктивного, всего хорошего, спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok